Здесь спрашивают, Асгард Ирийский перед уничтожением был каменным и деревянным. Асгард Ирийский был каменным. Там стояли колоссальные пирамиды и так далее. Только у них там Асгард Ирийский не имел стены крепостной. Стены крепостные были не нужны до правильного времени, потому что наши предки создавали вокруг городов защитные поля. И сквозь защитные поля никто с агрессивной мыслью проникнуть не мог. То есть выходит, что человек придет, поубивая, подходит. Или он не проходил вообще сквозь это поле защитное. Или по мере движения у него вся система исчезала. Человек приходил и такой, а мне танцевать, летать охота. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. А мне летать, а мне летать охота. Вот такого плана было, понимаете? А погиб Асгард Ирийский из-за происка черных. Просто один из блоков, который управлял этим городом и страной тогда, не зная того, был носителем украинского вируса своеобразного. То есть в нем была заложена программа, которую он даже не подозревал в существовании. И вот когда джунгарские органы подошли, те, кто за ними стоял и напрыл туда, они просто активизировали. И через вот того заложенную программу, которую тот человек даже не подозревал, было снято защитное поле. И тогда уже город был полностью беззащитным, к сожалению. Что интересно, вот у меня есть ксерокопия, то есть это стопроцентная копия той, которая известна как ремизовская летопись. Она, конечно, была модифицирована, но тем не менее, многие карты там остались без изменений. Что интересно, после того, как Асгард Ирийский был уничтожен, новой столицей Славянской империи или Великой Тартарии, или Российской империи, был город Тобольск. Слышали такой, да? Так вот интересно, я изучил эти карты, там показаны карты всей Западной, Восточной, Сибири. То есть очень большие территории показаны на этих картах. И что интересно, там очень много городов. И могу сказать, даже вот схемы городов приводятся в 17 веке. В Сибири такие города были, которые на европейской территории многих не было таких. И что самое интересное, вокруг только одного города на карте показаны концентрические круги. То есть вокруг Тобольска они тоже создали защитную оболочку. Забавно. То есть я знаю, что на самом деле было, как раз смотрю, а, интересно, и здесь стоит. Вокруг других городов никаких кругов концентрических вокруг самого местоположения города нет. А только вокруг Тобольска. В своих наших книгах я буду показывать эти карты. То, что увидят все, кто дождется моей книжки, надеюсь. Вот такие вот орехи. Так. 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 Продолжение следует...